Выглядит так, как будто я за ней сейчас подглядывать иду, но это не так, я... Ты жареный? Или пареный? Порыться опять в заспав... Блин, напугал, сука! Всем привет, это канал Тайксан Плей, да записываю приветствие, поскольку ОБС меня в последнее время очень сильно радует своей работой. А сегодня у нас, как вы могли уже обратить внимание, сыны леса, он же Sons of the Forest. Собственно говоря, продолжаем нашу выживальческую деятельность, так сказать. В комментариях к прошлой серии написали, что, во-первых, я не совсем правильно понял про то, что Келвина не убивают. Келвина убивают, но не добивают. То есть, когда он падает ниц на колени, с ним будет дальше уже все в порядке, его никто не добьет до конца. Это первое. Второй момент. Посоветовали построить скворечник, потому что... Ой, бегут, ой, бегут уже бегут. Потому что скворечник хорошо помогает в сборе перьев. Перья, скорее всего, вероятнее всего, нужны для того, чтобы сделать стрелы для лука. Но у нас пока лука нету, поэтому скворечник пока что тоже немножко подождет. А также в комментариях написали, что тележечки и саней и прочего пока что оборудования, которое помогает нам в перевозке тяжелых предметов, здесь нету. Ну, вроде как, обещали подвезти рано или поздно. Вот. Что же еще? Что-то, наверное, еще. Я забыл уже, что еще. Ну, в общем, что-то еще писали полезного. А, да, писали еще что-то про постройку крыши, там, половинить бревна и все такое. Но я не совсем понял, на самом деле, что именно нужно сделать. Поэтому, товарищ комментатор, пожалуйста, поподробнее в комментариях к этой серии поподробнее напиши, что ты имел в виду. И тогда я посмотрю и попробую сделать, собственно говоря, то, что ты там писал. Потому что... Потому что я не понял. Ах, ты говнюк. Ты глянь какой. На. На. Так, а, да, вспомнил. Писали еще о том, что... Это не такое неубиваемое. Что... Хорошо бы... Хорошо бы было бы скрафтить себе копье. Потому что копье бьет... Ну, как бы это... Дистанция атаки у него гораздо выше, чем у топора. Что, ну, в принципе, конечно, логично. Вот. Поэтому, я думаю, в принципе, можем это сделать. Вроде бы палки есть. Как бы, вроде бы нож есть. Я тогда пока что запрусь в доме. Чтоб мне не мешали никакие эти черти голожопые. И... Спокойненько... Постараюсь сделать... Нет, не в руки взять. А как крафтить-то? Так. Что? Как? Как? Да не надо брать. Подожди. Как положить его туда? А, вот, да. Объединить. Объединить с палкой. Получится что-то? Что там? Дубинка? Да не надо дубинка. Копьё. А, две нужно. Две палки нужно и изолента. Синяя изолента это самый лучший материал строительный. Из него, в принципе, можно сделать вообще всё. А, так, копьё. Я думал, ты нож примотаешь к копью. Ай ты, блин, не пони... Чё тут... А, это Келвин, блин. А как, он из окна, что ли, высадился? Где там этот чёрт бегает? Ага, его и метать можно. Чё, друга обнаружил своего? Ты, блядь, чё ты обгоревший такой? Ты жареный? Или пареный? Или правда жареный какой-то? Бедолага. Или это он грязный? Или это он в одежде? Ай, ладно, не важно. На самом деле вообще не важно абсолютно. Нас они сейчас вообще минимально интересуют. Так, я думаю, что? Я думаю, надо пойти порыться опять в заспал... Блин, напугал, сука. Ты откуда ж ты взялся-то, а? Ты спрятался. О, нихера себе! Это что, снорки какие-то? Идите отсюда, блин. Келвин, помогай! Я сам не вывезу. Их много? Страшный, блин. Нихера себе! Ля, ты чё? И руками такой урон-то наносит? Ты не обалдел, блин? Да тыкай его, быстрее тыкай! Блин, ещё один идёт на подмогу. Ух ты, блин! Это прям проблема. А ну отстань! А ну отвали! А ну уйди от меня! Блин! Вот... Ты чё орёшь? Келвин! Келвин! Помогай! Вот уроды, блин, убегают. Так, надо быстро лечиться, пока их нету. Пей! Быстрее! Жесть какая, блин! А у меня как раз тут голодуха по полной идёт. А ну валите отсюда, ребята! Кыш! О, яички? Это я люблю. Наверное. Так, ладно. Пока так съедать. Извини, черепаха. Ну ты ещё отложишь, короче. А мне надо. Мне надо жить. Да ты глянь, а! А ну пошли отсюда! Уроды, блин! Келвин, где ты носишься, блин? Чё ты мне не помогаешь? Так, а чё у нас по времени-то? Так, тут, по-моему, было время. 17.03. Ох! Вот это они меня, конечно, на шухерочек выставили. Всё нормально, блин. Я прям не ожидал. Это прям ниже пояса атака была. Может быть, их камнями стоит закидать? Келвин, а ты чем вообще, друг мой, занимаешься? Ты вроде бы как бы и брёвна не таскаешь, как я тебя просил в прошлый раз. И как бы с этими уродами не помог. Чё ты делал всё это время, а? Скажи мне, друг мой. Любезный. О, аптека. Отлично. Так, надо в оба смотреть. Они к вечеру вылезли, да? Я так понял. Или просто вылезли, потому что. Короче, это, что-то прям сильно... Сильно всем становится доступно моё убежище. Мне это не очень нравится. Тут всё больше и больше уродов начинает собираться. Это вообще не позитивно. Вот. А я как раз хотел, буквально вот, как раз думал о том, чтобы, блин, сплавать за... К вертолёту сплавать, посмотреть, что он вообще мне может предложить. Этот вертолёт. Может быть, там какая-нибудь пушечка заваляется? Так, наручные часы. Не знаю, может быть, они мне для какой-нибудь... Блин, Келвин. Кляйн, блин. Ты очень меня этим не радуешь, если что, так-то. Так-то, если что, возьми, пожалуйста, брёвна и... А нету заполни, да? Ладно, давай просто ты иди за мной. Походи пока что за мной. Может быть, возле хранилища ты лучше поймёшь, что нужно в хранилище их собирать. А может быть, типа, хранилище уже заполнено. Хотя, на самом деле, маловато, потому что там всего два бревна, по-моему, лежит. А, ещё писали, что он очень хорошо может собирать камни и палки. И что, в принципе, достраивает постройки. Он тоже вполне себе годно. Ну, это мы проверим уже чуть-чуть позднее. В принципе, посмотрим, как бы, насчёт этого. Так, вроде бы эти снорки, блин, поубегали отсюда. Вот. Да, тут всего два бревна лежит. Келвин, шустрей, пожалуйста, друг мой. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Так, давай попробуем вот так вот. Возьми брёвна и наполни. Когда дождь пойдёт? Можно дождь, пожалуйста? Я не хочу, блин. После того, как я с этими уродами встретился, мне вообще не горит желанием, блин, каким-либо образом лезть. Так, надо запереться. Келвин через окно залезет, а эти, надеюсь, черти не пропаролазят через окна. Так, хорошо. Я хотел пока что перекусить тогда. Съедим. Блин, вот это, наверное, лучше яйцо черепахи съесть. Оно не сильно, конечно, помогает. Но почему бы и нет? В принципе, батончик тратить просто не хочется, потому что, я полагаю, батончик сильно пропасть-то вряд ли может. Вот, как бы, а... Ой. А это что? Это зачем? А, это объединение, да. Ну, я говорил, что что-то зачем-то нужно будет объединять. Ладно, пока... Пока тут всё вот это происходит, пора, наверное, лечь поспать. Так, я на всякий случай сохранюсь, если вдруг мы не переживём эту ночь. И, как бы, отправляюсь на сон, на отдых. Вот. И мы посмотрим. Мы пережили эту ночь. Это замечательно. Голод, жажда. Блядь, Келвин занял проход, козёл такой. Так, давай ещё раз. Давай. Нет, строить не надо. Возьми брёвна и наполни. Они нам пригодятся. Они нам пригодятся для расширения, для всего прочего. В принципе, ветки, палки, вот это всё... Ты там что, мне киваешь? Что, не будешь, что ли? Так ты вообще ничего не наполнил. Чем ты занимался всё это, всё время? Так, наша подружка трёхпалая, трёхногая, трёхрукая. Трёх... Всё. Дождя не было. Ладно, придётся мне, к сожалению, идти в джунгля. Это меня не радует, но куда деваться? Может быть, она сейчас не так сильно будет агрессивно к нам настроена. Я иду без оружия, как и говорилось. Без чего-либо-то в руках, что могло бы её напугать. Подойду поближе. Может быть... Заметила? Нет? Нет, не заметила. Может быть, присяду, подойду по-тихому. И постою, посмотрю на неё, как и говорили. Нужно, короче, на неё дня 4 или 5 стоять, смотреть. И тогда она будет с нами дружить. Ну, естественно, это, судя по всему, будет не разово. То есть, какое-то время, короче, нужно просто на неё смотреть, пока она не заебётся и не уйдёт. Вот, поэтому мы сейчас это и будем делать. Как бы выглядит так, как будто я за ней сейчас подглядывать иду. Но это не так. Я просто хочу подкрасться и показать ей, что я настроен дружелюбно. Привет! Привет! Да не боись, я без оружия. Я без оружия, атаковать тебя я не собираюсь. Посмотри. Ладно, ей насрать, короче. Ну, а раз ей насрать, то мне уж и подавно. Пойду поем немножко голубики. И, может быть, даже я... Не знаю. Ладно, пока просто пособираю голубику. Так. Ну, её пугать, конечно, не охота, но и без оружия здесь лазить сейчас тоже, конечно, та ещё опасность. Ладно, пособираю пока ягоды. Фрукты, ягоды. Пополню ими свой запас жажды. Так, что это тут такое у нас? Давай возьмём. О, шиитаки. Хорошо. Мне кажется, надо было подписать неизвестный гриб до того, как я попробовал, потому что так я вижу, что это шиитаки, значит, можно кушать. Не очень... Как это сказать? Ну, короче, не обязательно приходится мне пробовать на удачу. Так сказать. Так, это Келвин там ходит. Это наша подружка ходит. Привет! Смотри, я безоружен. Звук какой-то был. Я безоружен. Всё хорошо. Иди дружить будем. А, это белки. Тьфу, блин, сраные белки. Я дружить. Нет? Ну, не хочет. Не хочет человек дружить, думает, что мы дурачки какие-то. Не, ну я бы на самом деле тоже думал, что дурачки какие-нибудь, если бы меня топором отхерачили буквально там пару дней назад. Так. Это уже не собирается, поэтому это уже пора есть. Так. Подожди. Где тут мои ягодки? Долго он, конечно, так по одному будет есть. А можно сразу горсть съесть? Нет? Так, закинемся морожечкой, закинемся сейчас черничечкой. И всё будет замечательно, я надеюсь. Ну, в принципе, уже как бы неплохо пополнены аппетиты, так сказать. Поэтому, в принципе, уже не смертельно. Уже не смертельно. Уже, я надеюсь, какой-нибудь дождь мы дождёмся. Нет, надо, конечно, будет потихонечку прокладываться к... Господи, ты боже мой, к реке в любом случае. Но пока что я опасаюсь. Я пока что опасаюсь. Там вот эти вот ребята обгорелые ползают, лазают. Там другие вот нехорошие личности обитают. Мне это не особо нравится, как бы поэтому... Конечно, хотелось бы избежать лишней встречи с ними. Моё вот это супер-пупер копьё на самом деле это так себе копьё, потому что у него урон какой-то супер, как бы кислый какой-то. Так, всё, пополнились до адекватных... А где подруга? Всё, ушла. Покинула нас, так сказать. Покинула чат. Нет, вот она бегает. Блин, я тебя не увидел, не бойся. Да. Ломит она, конечно, вообще бодро очень. Мне кажется, этот... Как его там? Болт Усейн бы позавидовал бы. Позавидовал бы скоростям, с которым она может мочить. Ну, ладно, что поделать. Придёт к нам на огонёк, так сказать. Скоро придётся развести костюр. Придёт, так сказать, на огонёк, и мы тогда с ней, так сказать, попереглядываемся. Мирно и позитивно попереглядываемся, и ничего более. Ни к чему, так сказать, обязывать мы её уже не будем, естественно. И принуждать, и уж тем более лупить топором. Это было... Что такое? Это были ошибки, так сказать, молодости, неопытности и незнания. То есть, только попал в этот мир, тут уже какие-то трёхногие женщины сзади подкрадываются к Хелвину. Поэтому я запереживал за беда... О! Привет. Да не бойся. Да всё нормально. Да я выкинул брёвна, не боись. Я же не Хелвин, я не пришибу брёвном, если что. Ну, оно так смешно пятится назад. Ой, всё, отстань. Так. Набрать. Положить. А ещё, интересно, оно сможет набрать? Или это вот всё? Хелвин, отдыхать пошёл. Ладно. Фиг с тобой, Хелвин. Иди, отдыхай. Так уж и быть, не буду я тебя беспокоить. Гадёныш. Так, ладно, пойду. Пока, в принципе, я при ресурсах. Наверное, пойду сплаваю до вертолётика. Тут недалеко, в принципе. Надеюсь, доплывём. Надеюсь, акулы не нападут на нас. И будет всё хорошо. Но попробуем, попробуем. Почему бы и нет, да? Вдруг там что-то реально какая-нибудь там... Ну, пистолет хотя бы, блин. Ну, хотя бы там какой-нибудь пистолет. Потому что, вот, честно сказать... Честно сказать. Так, а где мой кислород? Он нативный? Типа, я должен как-то так понять сам, что пора всплывать, да? Так я не увижу, я так понимаю. Блин, мутная какая-то водичка. Да не ориты. Так, хорошо. А, да, кстати, товарищи, товарищи-комментаторы, товарищи-помощники, товарищи-товарищи, подскажите, кто знает, кто, может быть, обладает этими сведениями. Можно ли наших вот этих вот накол посаженных друзей как-то убрать с кола? Так, не надо, не захлебывайся. Что такое? Да я же вынырнул. Да не гони. Да не. Да быть такого не может. Да ладно, перестань тебе. Да не выдумывай. А, все нормально, меня выкинуло на берег. Живой? Жив целый орел? Да, прямо возле товарищей. Так вот, вот эти кола посаженные коллеги наши по работе. Можно ли от них как-то избавиться? Или они здесь, в принципе, как украшение, как текстура и как что-то вечное и постоянное? Так, ничего хорошего, короче, я пока что не получил, кроме того, что у меня упал очень сильный уровень здоровья. Ладно, дублем. Я увидел, что вертолет отображается на карте, на мини-карте, на радарчике, значит, можно будет спокойно доплыть до него. Да не испытываю я голод и жажду, все еще на нормальном уровне находится, не придумывай. Вот этот выдумщик, ты какой, блин, ужас просто. Вот, что я говорил. Так вот, да, этих кола посаженных товарищей можно убрать или нет? Как-то снести, может быть, там, топором, еще чем-то, может, бульдозер нужен какой-нибудь. Или взрывчатка, или огнемет, я не знаю, что-нибудь, коктейль молотова, может, огонь сможет их убрать. Очистить их душу и тело. Ладно, на самом деле, ну, правда, может быть, как-то можно их убрать. Они, конечно, неплохим ориентиром являются, но, честно говоря, иногда как-то вот так что-то поглядываешь в окно, и кажется, как будто бы кто-то пришел по мою душу, а на самом деле это оказывается не так, и это просто наши статичные друзья, которые никуда уже не денутся, судя по всему. А там, если кто-то знает какую-нибудь секреточку, как их можно убрать, то обязательно пишите об этом в комментариях, обязательно. Потому что, кстати, тоже, да, напомню, если что, я, в принципе, отвечаю на все осмысленные, хорошие, добротные комментарии. Причем достаточно оперативно отвечаю, в принципе. Практически вот случилось, я ответил. То есть, поэтому, так и что? Что-то мне это дает? Так, давай всплывать. Давай всплывать, я говорю. Ладно, я понял. Видимо, нужен какой-то акваланг или что-то еще, чтобы туда нырять нормально. А, кстати, да, кто шарит, пишите, в вертолете что-то вообще полезного можно найти, или я вообще зря туда ныряю, и это вообще никакого смысла не имеет. Только зря здоровье отрачу, и таблетки, соответственно. Да, также об этом обязательно напишите в комментариях. Так, ладно, хорошо. Можно было бы ждать, пока он вылечится сам, конечно, но просто тут враги все время везде бродят, поэтому не сильно хочется это на самотек пускать. Так что пока что выпью, пусть восстановится немножко. Ибо если будут какие-то у нас загвоздки, то я думаю, должно быть... Вот, отлично, еще возьму. А еще возьму как раз на замену того, что уже было съедено-выпито. Так, ладно. Хорошо, раз с вертолетом история не прохляла, попробуем, может быть, тогда историю с пещерой. Заглянем, так сказать, на разведочку, на огонек, посмотрим, что там происходит. Единственное, опять же говорю, что вот, как бы, пещера является чем-то закрытым сейчас. И вскрыть, полезть туда, и как бы, чтобы выяснилось, что там что-то нечистое обитает. Не знаю, я, честно говоря, поссыкиваю, поэтому пойду... Пойду просто на осмотр, вот немножечко обойдусь здесь, погляжу, чего есть, так сказать, на открытой местности в лес. Глубоко лезть я тоже не сильное желание имею. О, грыбы. Можно брать? Нет, нельзя, но можно поесть черники. Можно поесть черники, что нам немножко что-то даст, наверное. Да, чуть-чуть восстановит жажду, чуть-чуть голод, как бы, в принципе, сделает некоторую пользу, в любом случае. Да, говорил о том, что не хочу лезть сюда, я все равно полез. Ладно, до реки прогуляемся, надо нормально и спить. Так, идем и прислушиваемся. Потому что тут могут оказаться вот эти негодяи. А нам этого не надо. Нам. Я возьму, наверное, в руки такие хотя бы топор. Потому что может случиться что угодно. Это же лес. Это лес, в котором живут какие-то обгорелые черти, какие-то парни с неприкрытыми попами. Поэтому, естественно, тут может произойти все, что угодно. Так, вроде все... Вроде все хорошо. А, я понял. Тут, короче, ресурсы будут все время, видимо, спавниться, да? Так, давай напьемся с тобой вдоволь, чтобы ты мне больше не шумел, что ты пить хочешь. Давай еще прям пей. Во, прекрасно. Прекрасно полная жажда. Точнее, жажда полностью восстановлена. Точнее, жажда полностью утолена. Вот так будет, наверное, еще правильнее сказать. Так, палки, камни мы взять ничего этого не можем. В общем, надо, наверное, будет сейчас построить склад для палок, скрылат для... Для другой... Что такое? Белки. Блин, белки топочут. Ужас просто. Просто ужас. Они шумят громче Келвина, блин. Келвин как мышка передвигается. Его даже не слышно. Я его, наверное, растеряю из виду даже. Насколько тихо он передвигается. А белки, блин, херачат по лесу. Капец, как отбойный молоток, блин. Иногда даже я же говорю, что из этих белок, блин, обостряется ощущение того, что сейчас на меня нападет какой-нибудь этот товарищ без штанов. Товарищ без штанов возьмет и нападет. Так, я понял. Пока что... Пока что тогда здесь отскладируем их. Пусть стоят вот так. Потому что склад закончился, Келвин больше нам помочь не может. Надо тогда быстренько что? Быстренько... Да убери ты его. А быстренько что? Быстренько воспользоваться складом. Базовый пол, обычная стена, дверь, окно. Так, это не то. Подожди, нужен режим специальный строительства. Нужно хранилище палок. Сделаем хранилище палок. Пусть он здесь хранит палки. Точнее, мы здесь будем хранить палки. А Келвин сюда, если что, их будет собирать. Прекрасно. Прекрасно. Так, можно как раз вот... Ну, сделаем вид, что это, короче, вынесенные на берег волной палочки. Соберем сразу. Вот. Так, что? Надо сразу тогда еще хранилище камней построить. Пусть Келвин тоже... Да и, в принципе, я там позакидываю, что у меня там инвентарь полный. Все, пособираем потихонечку. И можно уже будет сказать, что мы обжились. Только вода, блин, не набирается в водонабиралку. Жаль. Конечно. Так, убери ты. Убери. Убери. С глаз моих. Убери, чтобы я этого не видел. Хранилище камней. Зафигачим рядом хранилище камней. Так. Все, готово. Можно сюда камни выложить. Прекрасно. Ой. Ну-ка, убьешь? О, попал. Он не умер? Он пластиковый? Резиновый? Ладно. Хорошо. Так. Нужно тогда сейчас сразу построить... Да, не то. Не то. Кнопку путаю все время. Все время путаю кнопку. Хранилище костей, бревен, хранилище сушилка. Вешалка для доспехов, полка на стенах. Нет, пока не надо. Пока это все не надо, пока я сделаю еще одно хранилище для бревен. Так, хорошо, прекрасно, замечательно, здорово. Хватит у меня? Хватило. Прекрасно. Прекрасно, здорово, замечательно. Можно теперь тогда вот эти лишние бревна, ну, которые никогда не бывают лишними, естественно, положить сюда. Что? 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 Что еще? Что нам нужно еще? Начать строить второй этаж? Нет, нет, подожди, не надо. Стой. Остановись. Его уже не останов... Блин, еще и загорелся. Не, 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 давай тушись. Друг мой, тушись, а то ты станешь похож на тех обгорелых дурачков. Где вода? Срочно, 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 срочно. Ну вот. Вот тебе и плюс, пожалуйста, строиться на берегу. А ты мне говоришь, зачем на берегу строить дом? Да вот зачем, загорелся, сразу в воду можешь прыгнуть, потушиться. Понимаешь? Это очень полез... А, кайфуешь, да? Хорошо. Охереть они орут, блин. Так, не то. Мне надо посмотреть, какие замечательные костры я могу строить. А, подожди, это что будет? Дом на дереве, убежище, хранилище, прочее, садоводство. О, а давай сделаем садоводство. Давай сделаем садоводство. Нет, палок не хватит. Надо будет тогда этого попросить нашего дурачка, чтобы он сбегал, палки пособирал. Огонь. А можно так? Усиленный огонь. Это вот с камнями как раз. Огонь на подставке. Что? А-а-а, нет, я понял. Нет, 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 нет. Факела мне пока, наверное, сильно не нужны. Я хотел бы сделать усиленный огонь. Для этого мне нужно тогда собрать камней. Собрать камней, говорю, надо мне для этого, для начала. Это значит, подойти сюда. Насобирать камней. Палок нет больше. Что ты там ходишь, бродишь? Давай к нам на огонек. Ладно. Огонек, я думаю, сделать лучше в доме. Я надеюсь, он нам ничего не спалит, не сожжет. Вот, ну просто тоже, чтобы как бы сильно доступа-то у всяких левых посторонних персонажей не было. Так, бери в руки палку. Да спрячь ты уже этот термометр свой. Так, прекрасно. Раз. Два. Это все? Нет, 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 нет. Подожди, ты не прав. Ты не прав. Ты не прав, потому что сейчас время камней. А камин можно сделать здесь, интересно? Все, у нас теперь усиленный цивилизованный костер. Это очень здорово. Это замечательно. А мы можем приготовить? Или я все, я по-моему все сожрал, да, эти? Как их зовут-то? Яйца. Яйца, я, да, у меня нихрена нету. У меня ничего нету для готовки. Ладно, пусть дом пока прогревается. Так, никого тут нету? Да убери ты. Я и могу это разобрать как-то? Да убери ты. Да убери, я тебе говорю. Хватит. Пристал со своим этим... С этой штукой своей. Так, о, может быть я смогу просто разбить тогда этот костерок? Отлично разбил. Прекрасно, восторг. Я прям просто в шоке. И я, блин, в шоке, как это тупо вышло. Все, прекрасно. Он теперь мне не мешает. Здорово. Хорошо. Что теперь? Теперь можно попробовать обзавестись пищей. И поесть пищу. А для этого нужно поймать какую-нибудь завтыкавшую чайку. Можно присесть, выждать, пока они здесь соберутся на пыр. И, кстати, можно собрать устрицы. Их же, в принципе, можно и готовить. Не только сырыми кушать. Поэтому мы их, наверное, попробуем собрать. Сколько соберется? В принципе, столько и собралось. Так, где? 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 На посадку шла одна, видел. Не, просто мимо пролетела. Ладно, сегодня, видимо, без мяса. Хотя. Хотя, 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 хотя. Сейчас мы ее... Сейчас мы... Нет, улетела. Слишком долго, я думал, царился слишком долго. Так, госпожа Чайка. Лети по прямой, пожалуйста. Я хочу тебя на обед сегодня. Эх, да, сегодня без мяса, видимо. Ну, ладно, что поделать. Что поделать, значит, без мяса будем сегодня. Это печально. Так, где? Что? Кто? Вот оно. Так, давай попробуем приготовить. Устрицы все-таки не готовятся. Ладно, жаль. Тогда съедим парочку так. С сырьем, так сказать. Чтобы немножечко восполнить голод. Слабовато он, конечно. Слабовато останавливает. Может быть, сейчас Чайки все-таки на перерыв зайдут. Да я с ними немножко поговорю. Так сказать, по душам. Где-то же должны быть Чайки, которые ничем не заняты. Которые ничем не обременены, так сказать. И отдыхают на бережку где-нибудь. Так, надо... Надо что? Надо взять в руки... Надо взять в руки палку острую, длинную. И пойти попытаться разобраться с... Блин, Келвин. Ты меня когда-нибудь до инфаркта доведешь? Это типа для рыбной ловли? Или что это? Наверное. Там же есть какие-то ловушки для рыбок. Все такое. А мне нужна Чайка. Вкусная, сочная, жареная Чайка. Для начала хотя бы сырая. В принципе, жареную мы потом можем... Так, Келвин. Ладно, я понял, да. Короче, сегодня без нормальной еды, походу. Потому что Чайки сегодня что-то... Уж совсем себя ведут. Не так, как мне хотелось бы. Они тут обычно просто целой стаей сидят. Ой. А сейчас тут их прям днем с огнем не сыщешь. Так, вон там одна, по-моему, приземлилась сейчас. Так, аккуратно. Тут лесополоса начинается. Куда же ты села, дорогая моя Чайка? Вот она ты. А я не попал. А ты забрать не хочешь его? Спасибо, хоть забрал. Что такое? Что за звуки? Что такое? Чаечка. Садись. Передохни. Ты много-долго летаешь, уже устала. Присаживайся. У меня здесь как будто бы и нет. Ой, все, ладно, ну тебя. Да, это, видимо, для того, чтобы рыбку уйти. Так, догоним, нет? Нет, не догоним. Высоко, далеко летает. Загнала меня в воду, зараза. Да что вы все разбегаетесь? Я же что, такой страшный, что ли, а? Что такое? Так, Келвин. Келвин, друг мой. Келвин, друг мой. Давай-ка ты сейчас возьмешь палки и... Давай, нет, ладно. Давай ты за мной пока что пойдешь. Я тебе дам команду, будешь собирать ресурсы. Так, сейчас, 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 сейчас. Я ее на лету бомбану. Не попал. Боткнулась. Так, хорошо, ладно. Ты пока за мной бегай, да? Правильно? Я нам пытаюсь ужин раздобыть. Вообще-то так-то, если что. Уже, уже, наверное, ужин. До этого был обед, а уже сейчас практически ужин. Наверное, нужно будет стараться добывать. Не, не знаю, Unreal, наверное, их, блин, вот так вот копьем попасть. Пока они летают, во всяком случае. Так, все, давай, ладно, не отвлекаемся. Иди сюда, иди сюда. И наполняй. Долго ты идешь очень. Давай, друг мой. Не надо вам кивать головой. Мне тут, давай, ты возьмешь, возьмешь палки и наполнишь. Давай. Я верю, что ты с этим справишься. На ура. Блин, чайку пропустил. Ну, повернись ко мне, прям лети на меня. На меня прям лети, чаечка. Чаечка, чаечка. Блин, нет, нужно лук, короче, делать. Нужно будет заморочиться и сделать каким-либо образом лук. А пока что, пока что я тогда перекушу. Так уж и быть, что тут у нас? Сухой завтрак. Поем сухой завтрак. Не сам, наверное, мне жажду прибавить. Нет, вроде бы не прибавил. И что тут у нас? Сумка из шкуры. И что мы тут? А, что? И что это? Что это дает? Что это дает? Не знаю, непонятно. Блин, названивают и названивают. Как назло. Только сел записывать, названивают и названивают. Вот. Сумка из шкуры. И что это дает нам? Ее, типа, что? В ней ничего нету? Что это? Так, кто, короче, знает, объясните, пожалуйста. Ни хрена непонятно. Что за сумка? Что за шкура? Блин, там ухо какое-то на ней. Что оно надо? Зачем? Для чего? Почему? Непонятно. Ладно. Непонятно. Будем разбираться. Я думаю, что, в принципе, пока что на данном этапе мы можем закончить на сегодня. Такая вот будет у нас сегодня серия покороче. А поскольку мы сохранились и заканчиваем на этом, то это значит, что вы можете подписаться на канал, поставить лайк, обязательно прокомментировать, не забыть нажать на колокольчик для того, чтобы поставить все уведомления. Также напомню, что ссылочки для тех, кто хочет поддержать канал, будут в описании под видео. Всех обнял, приподнял. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok